Кровь нужна всегда. Первая после трёх месяцев перерыва акция «Я донор» состоялась на Щёлковской станции переливания крови. После снятия ограничений медработники нуждаются в крови и её компонентах ещё больше, чем до пандемии. Больше жидкости, говорят трансфузиологи. Перед донацией, конечно же, необходимо подзаправиться, выпить горячего чая сладкого. И с печеньями здесь оно всегда есть. После этого молодые люди сядут в кресло для того, чтобы стать донорами. На станции переливания строгий санитарный режим, чистота и стерильность во всём. Кроме обязательного ношения бахил, действуют правила использования защитных масок. Наряду с постоянными донорами в день акции сдавали кровь 25 сотрудников патрульно-постовой службы управления МВД России «Щёлковская». Работа у них такая – защищать тех, кто нуждается в помощи. Есть вера в пользу нашего дела. Думаем, что мы с вами поступки кому-то помогаем. «Щёлковец» Илья Пантюхин стал донором две недели назад. Эта донация для него вторая, но не менее ответственная. Люди много раз чем-то болеют, крови может не хватать. У меня, например, группа будет первого, учёты нужны первые. Погнал? Да, поэтому тоже надо сдать. Стараюсь каждые два месяца приходить. Мне не сложно, а кому-то это может помочь. Чтобы процедура сдачи крови прошла максимально комфортно, следует выполнять простые условия. Нужно позитив, доброе настроение, желание помочь людям. Вы спасаете людей, спасаете детей, спасаете больных. Поэтому нужно идти. И плюс это для вашего здоровья очень хорошо. Станция переливания спланировала работу персонала, чтобы доноры могли комфортно пройти регистрацию и медосмотр. Сама процедура в кресле занимает от 4 до 10 минут. Для тех, кто нуждается в крови и её компонентах, это время может оказаться бесценным. В период пандемии мы ни на один день не прекращали работу. И сейчас, последние месяца, наверное, два, есть тенденция, не с каждодневным, а с еженедельным увеличением потребностей наших лечебных учреждений в донорской крови. Благотворительная акция «Я донор» входит в календарный план антинаркотического месячника Щёлкова за здоровый образ жизни, который в эти дни проходит в городском округе. Зачастую, став донором, человек больше получает информацию о своём здоровье и как никто другой чувствует свою востребованность. Доноров не хватает, и мы стараемся сейчас наверстать упущенное. Поэтому просьба ко всем донорам, кто нас видит, кто нас слышит, кто к нам когда-либо приходил, чтобы они о нас не забывали. Все дни, кроме воскресения, станция переливания крови ждёт своих доноров. Возможно, и ваша кровь спасёт чью-то жизнь. Михаил Налётов, Сергей Василевский, Щёлковское телевидение.